здрасте доброе утро если она может быть добрым кого ты не выспался а мы не выспались чест слова ёмой пол седьмого только уже подняли загнали вот на мойку вот уже мыть начали сканет сервис ногинск 29 января пока еще 2020 года катастрофы просто не дают спать а когда будем спать новогоднюю ночь правильно все верно будет спать в новогоднюю ночь отсыпаться все будут праздноваться мы будем спать сказали кабину не будут в этот раз поднимать они кабину на того когда заезжаешь подымают поэтому тут сидим в кресле досыпаем смотрим как из нас конфетку делают конфетка все равно ненадолго на семерку выехать километров 50 проехать и все опять станет такая же кабла 7 утра по процедуру закончен ух пари час будет а на морозце огонь поехали к офису время 7 они вроде как только с утра начиная с 8 начинают будем ждать пока появится да там еще только уборка идет чего там написано на с 8 утра будем ждать 8 утра ну вот я пять часов простоял пять часов не показатель на батарейках на новых заводится получается 24 6 показывали но это не показатель поэтому надо нормально полноценную ночь провести и тогда мы будем уже точно знать как у нас с напряжением там но пока ждем он видите тоже сзади одиночка есть тоже парит весь красавчик р очка 400 строковая по моему ну вот так заварной хлеб без дрожжей по старинным рецептам заварной хлеб без дрожжей по старинным рецептам вот так рижский хлеб называется Давай, давай! Карифан мой Дзимыч поехал. О, все, поехал грузиться, ему завтра утром здесь в Подмосковье, ну недалеко отсюда от Ногинска грузиться, в какой-то заморозке на Иркутск. Еще я сегодня у него тут целый день просидел в машине, два раза в Макдональд сходили. Вот, все, нам позвонили, сказали, может не забирать машину, сейчас доберусь, выгоню, все расскажу, что нам сделали, чего не сделали. Наш Макдональдс. Ну и тут пройтись-то недалеко. Дзимка приехал ко мне на сканию, забрал меня. И это, выехали вот сюда, на Газпром. И можно сказать, целый день мы здесь на Газпроме и простояли. Чем там сидеть, так сидели тут. Лясы точили. Ветер, погода плохая, все портится. Снег обещают сегодня уже. А нам идти вот за этот торговый центр, там дальше немножко. Короче, недалеко пешочком пройтись. Идем забирать машинку. Вот. И в дальнейшем расскажу, чего дальше будем делать. Время. А сколько сейчас время? Время уже, наверное, пятый час. Да, без двадцати пять уже. Вот. В восемь утра. В девять я ее отдал. Вот, целый день разбирались там. Ну, сейчас уже на месте все расскажу, покажу. Ну, так далее. Ну, сейчас мы еще все протестируем еще раз. Я думаю, ничего страшного, если мы под знак поедем, правильно? Так, время без двадцати шесть. Вот. Короче, петух горит. Подсоединили. Был не подсоединен. С тахографом разобрались. Здесь, оказывается, был все-таки повреждение провода там под коробкой. Ну, в районе коробки. Вот. Датчик дождя был установлен неправильно. На скане шушары, к сожалению. Установлен был неправильно. Вот здесь его перевернули. Прям мне показали. Вот он стоит здесь у нас сейчас. Под прицеп подобьюсь. Уже 20 раз туда-сюда не ездить. Ага. А там снежочек. Чуть-чуть разгончик. Так, пошли посмотрим. Так, вот он у меня здесь включен. Все. Где моя эта? Которая брызгалка. Ну, во-первых, вон, петухи все. Все. Деется. Все срабатывает. Теперь по отблю. Ну, где здесь было в коробке, я не знаю. Ну, сам факт, что сейчас ошибок не выдает. Теперь по отблю. Вот этот шланг, выходящий оттуда, по даче, там стоит подогрев. Подогрев стоит в баке, подогрев стоит в этом шланге. Вот в этом шланге внутри переломился подогрев. Как это все себя поведет в сильных морозах, не знаю. Но фишка в чем? Шланга нет. Будет только завтра, к обеду. Вот. И плюс он тут тоже таких, довольно-таки космических денег стоит. Как она себя будет вести в процессе сильных морозов, неизвестно. Стать-то она колом не станет. Обычно раньше всегда скания, то есть мороз наступал, отблю замерзало, но минус 11 оно уже замерзает. И все. И она это, она его переставала брать, но она его видела и, то есть, не мощность не теряла, ничего. Как здесь пойдет, не знаю. Так-то она в баке подогревается, ну а это дополнительный подогрев получается. Как она будет работать? Вот поедем и проверим в сильных морозах, все и узнаем. Сейчас нету уже ни времени стоять до завтра, до 30-го полдня терять. Тоже как-то не очень хочется. Поэтому все. Мы сейчас подбиваемся. Идем, забираем документы. И будем выдвигаться. Все, беру перчатки, будем подбивать прицеп, цепляться. Вперед, друзья! Нас ждут незабываемые новогодние 3170 километров впереди. И славный город Ханты-Мансийского автономного округа, город Когалы. Вы были в Когалы? Едем в Когалы. Я не был. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Я был в Сургуте. Дальше Сургута на север я не заезжал. Там недалеко. Женщину не перебьешь. До свидания, Скани Нагинск. Спасибо за помощь. С наступающим. Хозяин. Открывай ворота. До свидания. С наступающим. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Спасибо за помощь. Ну, это на перспективу. На сегодня у нас, на сейчас время 25 минут седьмого. На сегодня у нас пол смены. Четыре с половиной часа дальше не поеду. Во-первых, сегодня ночью толком-то не спал. Четыре часа поспал всего. Целый день тут пробегали. Как пробегали? Больше у Динки в машине отсидели. Да в Макдональдс туда-сюда. Красивая елочка такая, да? Аккуратненькая. Ничего лишнего, она смотрится симпатично. Вот. По поводу этого вот отбрю. Ну, не знаю. Я по-ум еще там, если что, там, конечно, специалисты знатокими, я на место пластая. Ну, я просто свое мнение выскажу. Вот даже если взять вот Динку своего, вот, товарища, которого у Вольва, у них тоже подогрев стоит в паке. Ну, никаких шлангах, никаких трубках подогрева нет. Короче, он говорит, до двадцатки она, говорит, отбрю берет, уже ниже двадцати она отбрю брать перестает. Но она отбрю видит, и никаких негативных эмоций у нее это не вызывает. То есть она не теряет мощности, сканер, ну, у него Вольва, ничего. То же самое было у нас на старых сканерах. Ну, как старых там, предыдущего поколения. То же самое. Едешь в мороз, у нас вообще никаких подогревов там не было. Все, а отбрюш у нас как? Одиннадцать градусов, и все, до свидос, я замерзла. Вот. Все, она отбрю переставала брать. Но она его видит. То есть она не считает это за ошибку. То, что она замерзла, это она считала не беда. И все, она никакую мощность не теряла. Еще ездили без проблем. Только списывали его. Как поведет себя эта машина? Мне сказать вам сложно. То, что у нас были позапрошлой зимой проблемы, это были проблемы не из-за того, что у нас отбрю замерзало. А проблемы там, я так понимаю, были... Не я так понимаю, а так оно и было. Из-за качества того отбрю, которое мы тогда там покупали на всех этих грузнефтях. В Сибири, там, на Дальнем Востоке. Вот. Сейчас у нас отбрю хорошее. Ну да, оно замерзнет, конечно, у меня в палетнике, когда морозы настанут. Когда мы в морозы приедем. Ну ничего, будем отогревать в этом. На ночь в кабину будем складывать. Под автономочку, под печечку. И все, будет расставать, будем заливать. Как она себя поведет, что можно сказать? Мы об этом скоро и узнаем. Машина школам не станет. Да, она потеряет мощность. Да, она не будет ехать, не будет цепляться. Но что тогда? Тогда мы заезжаем. Сейчас же Scania сервисы в любом крупном городе есть. То есть Scania Цюмень, Scania Екатеринбург. Никто не отменял. Поэтому мы туда заедем. Если там даже этого шланга нет, то пока туда будем куда-то ехать, его пришлют. В общем, проблема будет неприятная, но не критичная. О, точно! Тысяча из Венерии. Будьте здоровы, Алексей Николаевич. А терять сегодня полдня, до завтра. Ну тут, что денег станет понятно, дешевле он не станет. А может быть, она все-таки, если так логически рассудить, может она точно так же будет себя вести. То есть машина, компьютер, отблюдавить здесь будет, что оно есть. Система не забита ничего. Она замерзла. И может быть, оно будет работать. Все это мы узнаем потом. Потому что, честно сказать, даже на сервисе сказать этого не смогли. Мы не знаем, как она все победила. Но вполне возможно, как эта новая система будет реагировать на это все дело. Испытаем заодно, правда? И нам будет какой-то квест интересный. Вот. Фух. Надеюсь, не заболтал. Ну а теперь планы на сегодня. Сейчас вот, да. Четыре с половиной часа отрабатываем. Куда доедем, куда доедем. До Владимира, значит, до Владимира. Зайдем за Владимиром. Замечательно. И все. И спать. Надо отдохнуть, выспаться. И завтра уже 30-го. Может, получится чего-нибудь. Вряд ли, конечно. Ну, мало ли. Какой-нибудь легенький догруз подцепить с нижнего. Чисто так. На хлебушек. Если нет, тогда так и поедем. Спокойно. Дальше. Без напрягов. Без дозагрузок уже. Встречать Новый год. Ну, так, по моим расчетам, если все вот так, как вот сейчас мы выехали в Тувку, Нового Господа будем встречать где-то в районе Перми. Прикольно. Ни разу не встречал в районе Перми Новый год. Встретим по пермскому, потом встретим по белорусскому. Вроде ничего не забыл, братцы. Все. Мы на семерке. Рулим. Валим. Арбайтом. Тысячу лет уже по семерке не ездил. Я вообще не помню, когда последний раз тут был. Когда я тут был, тут в Киржаче была катастрофа. А сейчас вот, видите, все вообще в огне. И в покрове, наверное, будет все хорошо. по идее. Да и пока вот тут-ву-тфу, везде просто летим на всех парах. С таким успехом мы сегодня, может, куда-нибудь туда до какой-нибудь Гороховца добежим. Дай бог, хорошо бы было поближе туда, к Нижнему. Это парни стоят, наверное, открытие Москвы ждут. Ну да, это же область-то Владимирская уже, Киржач. А там Московская, Московская область же как бы типа стоянка запрещена. На обочинах там. По вечерам особенно. Поедем семерку вспоминать маршрут. Давно, очень давно есть выдержив. Сложно вспомнить, что за рейс был, когда по семерке куда я ехал. Надо понапрягать извилины, попытаться вспомнить. Но то, что это очень было давно, это факт. Через 100 метров поверните на лево. По крови тоже все похудшует. Изменение машин. Через 300 метров поверните на право. Дашка что-то развернуть хочет. Не нравится ей по семерке. Говорит, не поедем в Кагалым по семерке. Я говорю, а как поедем? Говорит, не знаю, но не по семерке. Я говорю, ты что, с ума сошла? Господи, что-то не поедем. не поедем в Кагалым. Изменение машин. Усковатенько тут, конечно, но терпимо. Терпимо. Владимирская губерния Все, с Московской мы выскочили О, Нагорный какой-то По-моему, раньше такого знака не было Населенный пункт Нагорный Сразу после Покрова Честно сказать, я не припомню А забывал уже все просто Самое главное, что ремонта нет Ремонт закончится Вот только Сказал, что мы летим А вот прилетели Там ремонт дороги Там вроде ремонт дороги Указатель ремонт был Впереди Москва завтра Ну да, половина сегодня И половина завтра Да, Москва На Владимирских На Нижегородских номерах О, все Можно выключать рацию Если не хотите, чтобы голова болела Она и так что-то побаливает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, братцы, 10-й час Не поеду дальше Ковровский поворот Родина кореша моего Димки С которого сегодня Вольве Целый день песни пели Живет в Коврове здесь Сам отсюда А Дородин Солнечный На перекрестке направо Два-три километра деревня Два-три километра деревня Блин, забыл название Ну, не важно Короче, Димыч Привет Говорит, будешь ехать Тридцать первого Все, говорит Машину тут оставляем И ко мне, говорит Нового острича Давай, говорит Как-то затянем Я говорю, как-то затянешь Судя, что-то 29-е как-то две стоянки а вот круто вот родина динкина стоять у нас же красный свет учите перед детским полицаем не ломануться в две стоянки 1 2 может свернуть на эту вот сейчас сюда направо и там потом заезд мне как бы если честно мне все равно мне до кровати до спальника добраться детская полиция пошел на перекресток ай поеду дальше с таким настроением и такое ощущение что он пошел меня тормозить вам не кажется смотрите сейчас точно меня будет останавливаться нет обедать пошел он дарит кидая машину за из заезжай горит ко мне поездают новый год отметим туда-сюда а как ты так не сделаешь не не получится пока даты не совпадают что тут надо заходить или шеф сам придет у машины стоянки нет совсем власти дорожная по дорожной сети станет нет у меня сил дальше ехать лучше я завтра часов восемь выеду утра что я подустал вчера сегодня чуть-чуть а ну развернуться еще не хорошо какой интересный шнагон прям автоматика стоянка пустая вообще да видите никого с белой кабинами оба учиться в сторону уклон в эту сторону у них головой спать наверное или нет тут две стоянки справа и слева не знаю димыч говорит заезжать на эту всегда почищена хотя бы как-то один раз я ночевал давно правда очень давно так-то обычно какое-то такое место не не ночевочное а нет никуда тут уклона то особо нет все время двадцать пять десятого завтра часов восемь в девять раньше я не поеду я думаю тут сильно жаться коллеги тоже нет никакого смысла потому что место тут вагон все браться короче пошла я спать но прежде чем спать ложиться браться и вы посмотрите сюда на эту красоту банка икры у нас осевой жемчужина карелии и вот такой вот карась я правда не знаю что с ним делать карась понятно он тут в вакуумной упаковке наверно он не испортится ой а икру наверное я не буду цянуть до нового года столько на новый год не съел у меня морда треснет наверно мы ее сейчас начнем потихоньку кушать это все вадим филатов брат спасибо тебе огромное в прошлом году угощал в этом году спасибо дружище сейчас мы ее заценим на вкус прошлом году я не заценил икру я ее испортил она ездила со мной месяц и все и она испортилась рыба нет рыбы была нормальная рыба и довез до дома и икру довез до дома но когда мы ее открыли она пришла в негодность кстати как было обидно полкило здесь не полкило здесь масса не указано короче неважно банка икры ушла просто в мусорку и мне слезы были на глазах поэтому сейчас мы с нее начнем еще готовить не хочу туда смотри что у меня там делается полный холодильник битком но я сейчас этой вот бутерброда все с икоркой сделаю живут же люди вадим спасибо тебе огромное все нам приятного аппетита бутербродики с икоркой и с спать